Геннадий, давай езжай, ты там все знаешь? Езжай. О своем отправлении во вторую командировку на Чернобыльскую АЭС Геннадий Комаров вспоминает с улыбкой. Но тогда было не до смеха. Дома оставались беременная жена и маленький сын. О рождении второго он узнал уже в Чернобыле. Работая водителем, Геннадий Владимирович доставлял бетон для строительства саркофага над четвертым энергоблоком. Было такое, что я три дня там повалялся, кровь из носа стекла. Ну, было такое. И здесь скорую вызывали, всякая была. Но сейчас вроде нормально. Спустя 33 года после самой большой экологической катастрофы в современной атомной энергетике, государство продолжает исполнять свои обязательства перед теми, кто рисковал своей жизнью и здоровьем при ликвидации последствий аварии. В администрации Геннадию Комарову вручили сертификат на получение субсидий для приобретения жилья на сумму более миллиона рублей. Ну что, я поздравляю вас. Спасибо, Алексей Викторович. Поздравляю членов семьи за счет МРС. С начала действия государственной программы по обеспечению доступным комфортным жильем граждан Российской Федерации в Сарове улучшили свои жилищные условия 37 ликвидаторов последствий катастрофы на АЭС в Чернобыле. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.